Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мир и благословение вам от Пресвятой Троицы. Добра вам, мои хорошие! Я не ругаю, епископат. Это не в моих правилах. И зря вы меня обвиняете, что я поступаю так, как нельзя поступать, что те, кто священников ругают, те не подлежат прощению, а кто на Духа Святаго. Я сейчас вам всё объясню. Вот давайте разберём, кто такие епископы у нас на Земле. И я вам должен вспомнить историю, Библию и святых, которые это растолковывали нам. Ну, в последнее время я изучаю Дионисия Репагита и Максима Исповедника. Так вот, смотрите. До пришествия Христа строение мира и проникновение духовности в этот мир имела достаточно упорядоченную систему. То есть Бог. Дальше шли престолы Херуфимы и Серафимы. Дальше шли господство силы власти. Дальше шли начало Архангелы и Ангелы. И на этом проникновение света духовного, божественного заканчивалось. Человек не имел статуса просвещения духовного. А эти три по три ангельских чины, они просвещение это имели не одинаковое. То есть, если первый чин престола Серафимы, Херуфимы непосредственно имели отношение к Богу, имели большое просвещение, то есть большой, можно так сказать, для нас непостижимый ум и сознание, то второй чин уже имел более низкое, можно так сказать, проникновение божественной истины третье еще ниже. А человек не имел такого ума, который может быть просвещен. Ну, потому что просвещение это умное просвещение. Человек, можно так сказать, был в животном чине, он на чувствах, на страстях и познавал природу, так как ум-то у него все-таки божественной был, через природу. Или еще точнее через науку, давайте так будем говорить. Поэтому даже религиозная деятельность оценивается Христом. Как отхождение от Бога, но библейское имеется в виду. Мы тут не рассматриваем другие религии. И как, можно так сказать, самоварством занималось это человечество. Что, в общем-то, и вело его к гибели. И вот это проникновение света духовного, остановившись на человеке, то есть не доходя до него, как Дионисий Репагид описывает, как будто вот вы можете представить, что сначала через стекло проходит свет, потом более плотное вещество, он меньше проходит, а, например, в пещеру он уже вообще не доходит. Вот точно так же не доходил этот свет до человека. Но с человеком имели отношение ангелы, то есть низший чин неба. И этот чин и представал в образах божественных существ, в том числе мы там читаем даже в Библии, что фараону явился ангел, ну и тем, кто ещё не был Христом просвещен, тоже, мы помним, являлись ангелы некоторых людей время от времени. Конечно, ангелы особо просвещали, то есть вот пророки, они даже чуть выше чины ангельские ими занимались. Ну, например, Исаия. Считается, что его Херувим избавил от греха, очистил от греха. Ещё раз напоминаю, у нас с вами три стадии нашего освящения. Это очищение, просвещение и освящение, или совершенствование, как Дионисий Арипагит это называет. Так вот, Исаию якобы Херувим очистил, очищением занимался. Правда, Дионисий Арипагит говорит, что, скорее всего, всё-таки не сам Херувим, потому что это огненный ангел. Это в неком таком образе ангел низшего чина представлялся, чтобы Исаия действительно уверовал. Видимо, и так могут эти ангелы. Но, тем не менее, ну, например, мы то же самое слышим у Пушкина. Стихотворение у него пророк есть, где он тоже в пустыне скитался, и на перепуте дорог Херувим ему явился, шестокрылый Херувим. У Пушкина ещё интереснее. Он там не очищением его занимается, Пушкина, а просвещением, потому что он коснулся глаз и открыли сочи, коснулся уши. Я, честно говоря, верю прям вот, напрямую верю Пушкину, потому что Пушкин – пророк, пророк. Конечно, пророк в человеческом таком страстном теле, где тело и страсти в нём затмевали это пророчество духовное, но, тем не менее, кое-что нам пробилось. Так вот, Христос, видя, как гибнет человечество без этого света истины, то есть свет, который идёт через ангельские чины и не доходит до человечества, и открыл людям, некоторым людям, возможность этого просвещения, то есть свет истины. У них открылись очи, очи умственные, то есть у них преображение ума происходит у этих людей, они другого становятся свойства. Ну и это, как правило, люди из категории, которые прошли очищение, просвещение, и им требуется освящение. Вот на них сходит эта освящающая благодать. И первыми такими, мы с вами помним, епископами стали апостолы. На них в Пятидесятницу сошёл Дух Святой, которого Господь Иисус Христос попросил это сделать, и они освятились и стали первыми епископами. Их ученики стали первыми епископами, точно так же, как, например, Дионисий Арепагид, который стал учеником апостола и стал в конечном итоге епископом. Ну, точно так же Тимофей, которому он пишет, например, эти все послания. То есть первые епископы получают от Господа ангельский чин, ангельский. Их так и называют в первое время, ну и вообще так называют ангелы. И они становятся получателями света, истины духовного, напрямую. То есть не через ангелов, их попекающих, хотя ангелы всё время остаются. Ангелы ведь были в подпечении у человечества. То есть человечество под ангелами всегда было. То есть народы, например, были разделены между ангелами. И у израильского народа был, например, архангел Михаил, а другие архангелы попекали другие народы. И тоже их хранили, вели потихонечку к истине. И это в конечном итоге будет осуществлённо. Весь мир будет просвещен христианстве. Нет, правда, тогда мне остался без выделения народов и сатана. Ему тоже, так как он на земле проживал и был падшим, но ангелом, ему тоже дали народы. Это в Библии тоже сказано. Я уж сейчас не буду вам обозначать, какие народы там конкретно было. Это указано. Чтобы нам сейчас на них тень на плетень не наводить. Но сатана получил народы в управлении и считало, что они в управлении сатаны в какой-то степени тоже служат и познают Бога. Опять к Дионисию вас отсылаю. Он там хорошо об этом рассказывает. Так что же мы с вами видим после того, как епископы получили ангельский чин? что они как раз и поставлены для того, чтобы вот эти три степени окормляемых людей они проходили. Эти люди. То есть очищение, просвещение, освящение. При этом, да, вот иерея и епископы это немножечко разный был чин. Хотя надо сказать так, что сейчас это тоже перепуталось. То есть, если в то время, в начале, в первохристианстве епископ был как раз тот, кто сейчас выполняет те же действия, что и священник, а иереем, можно так сказать, тот, кто теперь дьяхоном называется. Но епископы передавали иереям право на очищение. То есть, ереи могли принимать исповеди и очищать самостоятельно. А вот литургусать, то есть, вот просвещать могли тоже, но уже от имени епископов. То есть, епископы им это право передавали. А вот литургусать, то есть, освящать могли только епископы. И когда это делали иереи, то это обязательно числилось за сделанным от епископа. То есть, это любое причинение. Нет, сейчас тоже был как-то тут несколько лет назад спор. И тоже вот пытались утверждать, что епископ передает право, но это право неполное. Иерей не может себя считать равным епископу. Но я говорю, исторически эти уже должности перепутались. И как и исторически, и религии-то. То есть, исполнение религиозных обрядов стало совершенно другое. Абсолютно не такое, как в первохристианстве было. Ну так вот, епископ является первым чином ангела. То есть, приравнен к этим ангелам. И у него появляются те же свойства, которые должны быть у этого ангельского чина. А свойства я вам уже рассказывал. Во-первых, свойства свободы воли и абсолютно не не относящийся к козлу. То есть, он свободен своей воле, но никакого причастия к козлу не имеет. Хотя у Дионисия первый чин ангелов, то есть, нижний чин ангелов, у него есть склонность к козлу. Его можно склонить к козлу, обманув его. Ангела даже обмануть можно. Но любое склонение к козлу у ангела это легко, как говорится, исправляется его соседями. То есть, другие ангелы ему напомнят, что есть уже один сатана, который уже отпал и уже вот. И, в общем-то, это склонность очень у них низкого возможности. Но епископ остается с этой склонностью. Он тоже может уклониться к козлу. Вот. Но самое главное свойство ангельских чинов это то, что нижние тянутся к совершенству к верху, а верхние любя передают божественный свет свет истинный нижним. Любя, любя. Вот это главное свойство любя. И раньше-то ведь было так, что вот это свойство епископа люди определяли не по назначению, а по выбору. вы можете почитать, как мучается Иоанн Златоустый и его друг Василий Великий, когда их избирают на священство. Вот. Причем одного раньше-другого позже избрали. И поэтому один «Как же так ты еще остался в простых людях, а меня уже выбрали, хотя ты гораздо достойнее». И вот там Иоанн объясняет, что он просто родителей должен дождаться, когда они отправятся в мир иной, и после придет. И очень хвалит и своего друга, что он достоин епископства. Но не он определял это епископство. Выбирал народ. То есть люди собираясь выставляли кандидатов и говорили, кто из них действительно получил свет истины, кто действительно просвещен Господом, и кто действительно может теперь этот свет распространять на других, на своих подопечных. Поэтому первый епископат был избран Господом, следующий епископат в большой числе был избран самими апостолами, а вот последующие века люди коллективно выбирали, кто у них будет епископом. А епископ это священник, вот в то время примерно как у священника. Ну а уж священник набирал себе помощников. епископ набирал себе помощников. И тогда вот это качество любви, оно было главным для того, чтобы оставаться епископом. И именно за то, что оно есть у человека, вот эта самоотверженная любовь и качество и доброта и возможность с людьми беседовать. И были главными качествами. И поэтому, когда я сейчас вижу епископат, или по крайней мере знаю епископат, то я то знаю, каким он должен быть. Я то уверен, что это ангелы воплоти. Но когда я вижу, что не все епископы этими ангелами являясь, ведут себя так, как положено ангелам, тогда я и сомневаюсь, что это епископ относится к ангельскому чину. И здесь порядок вот этот, какой его избрали там кто-то свои, кто-то через свои, кто-то через своих родственников его довел до епископата, кто-то по другим соображениям. Я и сомневаюсь, что они в ангелах, поскольку ангельский чин это любовь беспримесная к злу, то есть ангел не имеет никого в виду как нехорошего человека. У ангелов вообще нет эмоций, кстати. Они не могут человека эмоционально воспринимать, они воспринимают только умом, а не логикой и знаниями своими оценивают человека, поэтому их нельзя обвинить в небеспристрастности в отношениях. Они беспристрастны совершенно. И поэтому и я здесь склоняюсь к тому, как я оцениваю как я оцениваю епископат и его служение к беспристрастности. Я оцениваю его с точки зрения знаний, просвещения и и поэтому я не обижаюсь, не злюсь. Мне, как говорится, все равно. Мне жалко чаще всего тех епископов, которые я чувствую безблагодатные, то есть не имеют духа. Да и они не епископы для меня, они должность занимают епископскую. тем более, тем более, что мне это очень нетрудно сравнивать, потому что я был знаком и общался с хорошими епископами. Нет, и сейчас есть такие хорошие, я вас уверяю. И епархии у них продолжают их дух, продолжают их просвещение. И иереи знают, что надо людей очищать, просвещать, и епископ знает, что надо освещать. Но вот не везде не так удачно, как нам бы хотелось. Но это тоже нормально. Это обычное жизненное, как говорится, явление, что есть в церкви и такие, есть и такие. Через такое мы с вами и осознаем, что такое истинная церковь, и как она строится, и как она осуществляется. Ну, а если вам не повезло, вы живете в епархии где епископ безблагодатный, значит, иерейство его по его духу не получает благодати и тянет все только на знаниях и на научениях. Их научили так делать. Но при этом есть все-таки такое рассуждение, что ли, и таинство, что по-любому, по-любому, по вере вашей благодать вам через причастие передается. Даже если там не пойми какой священник или не пойми какой епископ. Ну, спорный, конечно, такой этот вопрос, но, тем не менее, я склоняюсь к тому, что все-таки где священник не по своей воле безблагодатен, то есть епископ у него такой негодный, служит честно и правильно, действительно это осуществляется. Но вот если священник еще не пойми какой, вплоть до того, что там, ну ладно, не буду говорить какой, вот здесь уже у меня очень большое сомнение, что его освящение чаши имеет какую-то силу. Ну, вот такое мое рассуждение. Еще раз повторяю, я где-то уже в каком-то ролике говорил, что канонически вот то, что я сейчас говорю, абсолютно точно не установлено. Поэтому в разных церквах разный к этому подход и разные к этому отношения и даже в большинстве церквей, например, нельзя иерей лишить сана, то есть он нелишаемый. У нас тоже священники обосновывали, что не изгладимый сан в любом священнике, когда он пришел и уже от священника зависит. Получает он благодать по этому сану, то есть он служит в ангелах или нет, это уже его личная свобода. Вот так, мои хорошие. Так что счастливы те, у кого епископат ангельский и они ангелы. ну и к сожалению не все это имеют в нашей церкви, но я надеюсь, что церковь идет к какому постепенному очищению и совершенствованию и она когда-то будет. Здоровья вам всем, мои хорошие, радости. Аминь. Аминь.